Ну это макет, вы имеете ввиду, спутник в 10 раз больше, в 10 раз больше настоящий, да. А первые, первые Аисты, которые летали, они примерно вот такие как раз по размерам. И там вот солнечные батареи, которые здесь уже стоят полноштабно, они проходили испытания. На ЦСКБ «Прогресс» готовят к отправке ценный груз. Ракета-носитель «Союз» космодрома «Восточный» весной должна вывести на орбиту малый космический аппарат Аист-2Д. Самарские ученые в шаге от того, чтобы наладить промышленное производство нового аппарата дистанционного зондирования Земли. На борту спутника установлен мощный телескоп и шесть видов научной аппаратуры. Доверие правительства и президента, то, что мы открываем первую техническую позицию, первую стартовую позицию на космодроме «Восточный», и то, что нам доверена первая пусковая компания. Это ракета-носитель «Союз-2.1А», адаптированный к космодрому «Восточный». Это наш разгонный блок, это наш космический аппарат и Аист-2Д. Уникальный научный комбайн, как называет спутник Аист-2Д, поместился в такой небольшой контейнер. Он весит чуть больше полтоны и несет с собой огромную научную и прикладную ценность для народного хозяйства. Всю информацию, которую Аист передаст на Землю, будут обрабатывать сотрудники ЦСКВ «Прогресс» вместе со студентами. Студенты вместе с сотрудниками научного центра будут фактически управлять спутником Земли. Аист унесет на орбиту еще и студенческий наноспутник. Ежегодно в разных странах мира запускает до пяти десятков таких миниатюрных космических аппаратов. Если запуск пройдет удачно, планируют создать международный кластер по запуску наноспутников с космодрома «Восточный». Это аппараты 10 на 10 сантиметров, и они могут собираться. Там два таких кубика, три, четыре, как лего собираются. И в них закладываются различные функциональные возможности для изучения космического пространства. Обучение через исследования – это принцип исследовательского университета, который должен опираться на ведущие аэрокосмические предприятия. Вот это у нас создано в Самаре. Такого в мире практически нигде больше нет. Аист-2Д вместе с пусковым комплексом отправят на «Восточный» в начале этой недели. На самом космодроме сотрудники «Прогресса» уже приступили к подготовке старта ракеты-носителя «Союз». Ольга Морозова, Алексей Золотенков. События.